Под конец рабочего дня столичные дороги привычно замедлили ход. Места традиционных пробок МКАД и выезда из города. Для решения проблемы московская мэрия готовится расширять основные магистрали. Одной ленинградке обещают 17 полос. Одновременно с этим по обочинам дороги продолжают расти все новые торговые центры. Их строительство, вопреки здравому смыслу, полностью согласовано и одобрено местными администрациями. Александр Балицкий проехал по самым тихоходным местам Ленинградского шоссе. После двух недель рождественских каникул, когда отдыхали, кажется, не только люди, но и дороги от транспорта, Москва, похоже, снова встает в пробках. С утра интернет-сервисы показывали 5 баллов, что для будничной Москвы дело, в общем-то, обычное. Обычные и места затруднений. Вот здесь, например, на въезде в столицу через Хинки средняя скорость потока не превышает 15-20 км в час. Ближе к обеду машины все-таки едут, но уже к концу рабочего дня Ленинградка снова встанет по направлению в область. Чтобы этого больше не было, участок трассы от МКАД до поворота на Шереметьево расширит до 17 полос. Сейчас здесь всего 6, а будет 8 из центра и 9 в центр. Об этом недавно заявил столичный мэр, когда посетил штаб строительства Большой Ленинградки и заверил, Москва готова взять расходы на себя. Это единственное разумное решение, которое полностью решит проблему. Во-первых, этих пробок трасса России перестанет быть зажата вот так вот именно в Химках. Во-вторых, проблема экологии Химок. Но зато это ударит по карману мэру Стрельченко, который сейчас запродал полосу вдоль Ленинградки, всем и в аренду сдал всевозможным фирмам. Говоря об аренде фирмах и Химкинском мэре, член общественной палаты Альтшулер имеет в виду вот эти гигантские торговые комплексы. Они вплотную примыкают к федеральной трассе, притягивая к себе дополнительные транспортные потоки. Узкие съезды лишь добавляют проблем на и без того сложном участке. На днях здесь откроется еще один торговый гигант. Рекламные плакаты уже зазывают за покупками. Ну вы представляете там количество, я не знаю сколько, 600 машин будет точно стоять. Они же должны заезжать, выезжать. Естественно, проблема. При этом выезды с площадки перед торговым центром еще не готовы. Между тем проект получил положительное заключение в МОСОБЛЭкспертизе. Там, впрочем, утверждают, что их задача проверить наличие документов и поставить финальную подпись под заключениями экспертов. Первая инстанция это главный архитектор города. Дальше идут местные ОГИБДД, ГУВД Московской области, то есть ГИБДД, ГУВД Московской области, эксплуатирующие организации. Там есть ХИМДОР и Кольцевая магистраль. То есть, судя по тому, что согласования были получены, значит... И они были положительными, проект получил положительное заключение. Очевидно, что согласовано с чиновниками была и эта стройка, которая тоже рано или поздно завершится. Объект вдоль Ленинградского шоссе безо всяких опознавательных знаков. Что здесь будет, неизвестно, но оно точно будет мешать движению. Ведь до развязки на Кольцевой буквально 100 метров. Когда на одной чаше весов лежат деньги, а на другой самые мудрые транспортно-градостроительные соображения, эти соображения можно отбросить. Особенно печально, что на фоне правильно конструктивного разговора Москвы и Московской области от координации транспортно-градостроительной политики, действия идут прямо противоположные этой координации. Между тем, московские власти намерены в кратчайшие сроки решить вопросы ленинградского трафика. А значит, торговым комплексам здесь все-таки предстоит ужаться. Сносить их, конечно, теперь вряд ли будут. Но расстаться с частью стоянок и хозяйственными постройками, примыкающими к самой трассе, придется. Собянин поручил подготовить проект департаменту городского строительства. При этом крайние полосы на расширенной ленинградке отведут для автобусов. Александр Балицкий, Александр Пушин, Рубен Миробов. Вести, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова